Добрый день! Сегодня сразу две главоломки от компании ЧИИ Мафанги. Одна коробочка красная, другая коробочка синяя, здесь QR-код, круглые окошечки и видим мы названия Чименг и Чименг. Но здесь буквка М говорит нам о том, что это версия магнитная. То есть один кубик немагнитный, второй магнитный. Это бюджетные главоломки от компании ЧИИ, выпускаются, я понимаю, только в цветном пластике. Коробочки вполне идентичны, отличаются только цветом и буковкой М. Вот такие вот. Открываем. Видим здесь кубик и инструкцию. Сразу инструкцию. Смотрим здесь. Много-много всего написано. Но Фридриха нет. Метод для начинающих, по всей видимости. Какие-то ситуации. Ну, в принципе, не особо нужно. Как бы профессионалам это совсем не нужно, а новичкам не поможет. По ним все равно научиться почти невозможно. Ну и открываем второй. Это у нас не магнитная версия. Инструкция будет такая же. И внешне кубики тоже одинаковые. Ну, единственная разница – буковка М. Ну, здесь ЧИИКУ подписано, а здесь нет. Ну, внимательный зритель наверняка заметил какое-то сходство с кубиком Вариор. Этой же компанией. Ну и совершенно неудивительно, рядышком оказались Вариор и Вариор-С. Вот это у нас Вариор-С, совсем недавно вышедший. А это обычный Вариор. Такие вот кубики. И с ними мы сравним. Ну, если по визуальным отличиям Вариор и Вариор-С тут все одинаково, то оставим тот, который посвежее. И смотрим. Здесь логотип такой же. Это не магнитная версия Чиминга. Цвет – голубой-синий на Чиминге. Красный оттенок другой. Зеленый такой же. Оранжевый такой же. Желтый такой же. И белый такой же. И, как нетрудно догадаться, здесь матовый пластик. Не так давно ко мне обратился один подписчик с просьбой посоветовать ему кубик. Причем он выбирал между Вариором и Ганом XS. Все потому, что ему был нужен именно матовый пластик. И тут я задумался. Действительно, кто-то же любит матовый пластик. Я, конечно, небольшой любитель, но Ган XS – мой основной куб. И я им сейчас кручу. Кто-то наверняка любит. А популярные модели представлены только действительно ультрабюджетка и ультрадорогой куб. Ну, Ган X, Ган XS, Ган 354M. Там есть матовые версии. Как-то это достаточно скудно. И нет какого-то достойного куба средней ценовой категории. Ну, или хотя бы кубика с магнитами, который бы заполнил эту нишу. И внезапно я заметил на странице ВКонтакте этого подписчика репост как раз про этот кубик. Кубик называется Чименг. И, соответственно, я решил проверить, что за куб раньше не видел. И нашел в Ютубе какие-то нерусскоязычные обзоры, которые датированы еще в 2019 году. Решил поискать, а где же его можно купить. И оказалось, что купить его практически нигде нельзя. То есть популярные магазины, где я обычно покупаю, в продаже такого кубика не имели. Но зато в России оказался один магазин, который эти кубики продает. Чименг и Чименг Эмму. И это оказался магазин Кубик Шоп. Ну, я подумал. Ну, хорошо. Интересно. Стоит недорого, как-нибудь куплю. Прошло некоторое время, и представитель этого магазина со мной связался и предложил присылать их на обзор. Я не знаю, способствовал ли кто-то этому, но я не отказался. И вот эти кубики здесь, я их не покупал. Мне оба этих кубика прислали бесплатно. Поэтому будем мы их сейчас рассматривать. Получается, что это каким-то образом даже эксклюзив. Возможно, к моменту публикации будет кубик продаваться где-то еще. Ну, меня больше интересует, конечно, магнитная версия. Но пока это только Кубик Шоп. Что интересно. Вчера или позавчера компания Чима Фанги анонсировала линейку бюджетных головоломок. И там и трешка, и двушка, и пирамидка, и, по-моему, даже 4х4. Визуально эти головоломки очень похожи на вот эту трешку. Соответственно, превьюшка именно с той картинкой, с этого анонса. Единственное отличие, это в логотипе отсутствует вот этот Чи-куб, который здесь есть. А на превьюшке, вот картинка сейчас стоит на экране, этой надписи нет. Возможно, это доработанные версии. Возможно, это те же самые головоломки. Точно сказать не могу, информации у меня нет. И названий компания Чима Фанги, трешки, и двушки, и пирамидки не обозначила конкретных. Это просто МС, кажется, серия. Ну, магнитный, бюджетный, чем-то похожий. Скорее всего, кубик тот же самый. Я открутил на магнитной версии уже тысячу сборок. Среднее время составило, ну, чуть меньше 16 секунд. Ну, лучшая сотка. Меньше 16. Рекордов я никаких не побил, но был близок по синглам, чтобы что-то у себя обновить. Сам кубик ощущается такой достаточно тяжелый, ну, если сравнивать с Gunn-X. То есть вращение какое-то такое тяжеловатое. Если добавить немного смазки, то он становится очень быстрым. Очень быстрым, что с непривычки его контролировать трудновато. Но мне такое вращение, в принципе, нравится. Пластик матовый, но он не такой неприятный, как изначально на Gunn. Да, я кручу Gunn и негативно отзываюсь от их первоначального матового пластика. Потом он стирается, становится более глянцевым и более приятным. Вот что стало с моим Gunn. Мантовостью здесь почти и не пахнет. Так и логотип тоже стерся. И сейчас он меня полностью устраивает. Больше трех тысяч сборок на нем. Отличный кубик. Все хорошо. И что стоит отметить. На Gunn у меня сотка чуть лучше, чем на Чеменге. Да, кубик не идеальный. Но он в России стоит 550 рублей. По крайней мере, на момент записи видео. В районе 500. Это та бюджетка, которая подойдет многим. Компания Moe сделала огромную ошибку, что свой Mi Long, этот кубик, из которых у меня сделан тройной сиамский, что этот Mi Long не сделала с магнитной версией. Будь сейчас Mi Long M, его бы раскупили, его бы расхватали. Тот же кубик Mi Long V2M от компании YJ практически идеален за свою невысокую цену. Он отличный. Что мешало компании Moe сделать из Mi Long магнитную версию? Да ничего. Но они этот шанс упустили. Да, конечно, они сейчас посмотрят на Чеменг, на МС-серию и сделают что-то подобное. Но пока компания Чи в этом опережает. Матовый пластик действительно стал популярен для многих. Хоть я, повторюсь, не являюсь его почитателем. Но здесь он вполне комфортный. И магнитная версия такого кубика будет весьма уместна. То есть теперь вот этот разрыв между Вариором и Ганом, он чем-то заполнен. Причем по стоимости немного выше Вариора. Мы сейчас еще разберем эти кубики и сравним строение с Вариором, чтобы сделать окончательный вывод. Но даже если это замагниченный Вариор, оно того стоит. Давайте разок соберем. Да посмотрим, что внутри. Сейчас уже глубокая ночь. На самоизоляции снимать достаточно трудно. Нужно ждать, пока дети уснут. Поэтому, возможно, я сейчас соберу не так быстро, как хотелось бы. Но все-таки соберу. Некоторые удачные сборки будут здесь, вверху экрана. Но их не так много. По весу, опять же, сравниваю с Ганом, он тяжелее. И в руке, кажется, полувесистее. Размер 56 мм. Вполне комфортный, но свой штангенциркуль я что-то уже давно не видел. Так что точно не скажу. Этот куб не идеален. Совершенно не идеален. Он мог бы быть лучше. Мог бы быть чуть полегче. Могла бы чуть получше быть фиксация граней. Но уже в таком виде, за свои 550 рублей, он отличный. Я, конечно, после Елонга, какого-то восторга дикого не испытал. Но мне гораздо чаще нравятся хорошие бюджетки, чем топовые кубы. А тот же Вуэй, хоть и неплохой кубик, но я о нем отозвался весьма посредственно. А Елонг буду хвалить до сих пор. Елонг входит в топ-3 моих любимых кубов. Трешек скоростных. Напомню. Это Ганн XS, Танда Клаб В3М и Елонг 2М. Кубик достойный. Станет ли он моим любимым и основным? Нет, не станет. Могу ли я посоветовать его начинающим куберам? Или куберам средней руки? Или тем, кто любит матовый пластик, выбирает себе первый куб? Однозначно да. Это матовый кубик, дешевый, магнитный, который отлично крутится. Нетрудно догадаться, что спидкуберы, которые собирают раза в два быстрее меня, легко и на этом кубе соберут за 5-6 секунд. Вполне. Здесь ничто не мешает этому, кроме сборщика. То есть, если я собираю в среднем за 15-16 секунд, да, иногда у меня бывает 10-11, то я так и как на Гане собираю за 4 тысячи, так и на Чеменге. На несколько сотых, сотка у меня хуже на Чеменге, да. Но, если к нему привыкать подольше, не просто тысячу открутить, то можно собрать и еще лучше. Ну а теперь посмотрим, что внутри. Я разобрал немагнитную версию и сравним с кубиком Warrior S и обычным старым Warrior. Сначала Warrior S. Ребра. Зеленое ребро Чеменг, оранжевое Warrior. Смотрим. В принципе, похожи. Понятно, что производитель один и тот же, но сказать, что это одинаковые ребра нельзя. Они разные. Да, но общая тенденция, конечно, одна и та же. Но трудно было ожидать чего-то иного от бюджетного кубика. Но они другие. Да, мы видим здесь какие-то рельсы, на Warrior их нет. Здесь какие-то скосы. По бокам здесь все плоско. Ну и чуть-чуть изменена ножка. Так кажется, что немножко поплотнее само ребра. Рассмотрим уголки. Вот это Чеменг, вот это Warrior S. Видим здесь серьезные различия. У Warrior S крупная ножка. Отсутствуют какие-либо рельсы. Здесь есть какие-то уступы и сгибы. Ну, чуть более интересное строение. Да, можно подумать, что Чеменг был выпущен и разработан, наверное, раньше, чем в Warrior S. Не помню, кто из них раньше у меня на глаза попался. И что, возможно, стоит сравнивать его с обычным Warrior. Ну, и, соответственно, давайте с обычным Warrior сравним. Ну, опять же, видимо, голубой это Warrior, это Чеменг. Да, у Warrior есть рельсы на боках. Но вот на голубой и белой стороне все плоско. Да, здесь те же самые изгибы. То есть, да, ребра похожи, но вот это ребро больше похоже на Warrior S. Ну, и то же самое у нас с углами. Да, угол обычного Warrior больше похоже на Warrior S, чем на Чеменг. То есть, теория о том, что Чеменг – это просто варьер, в который вставили магниты, является несостоятельной. Я проверял все это на немагнитной версии. Не трудно догадаться, что магнитная – это та же самая версия, но с магнитами. Компания Чи и Пафанги оказалась добросовестной и действительно разработала новый куб. Да, он бюджетный. Да, он без всяких там систем регулировки магнитов, натяжения пружин. И по внешнему виду это вполне похоже на Warrior. Но Warrior сам по себе кубик неплохой. Да, мне Meelong нравится больше из бюджеток. А именно из Meelong делан мой сиамский куб. И их я рекомендую многим. Но сам Meelong, он достаточно легкий. И вставь сюда магниты. Компания Moe – это был бы отличный куб. Я знаю, что четверку Meelong тех, кто магнитили, были очень довольны. Это кубик пока эксклюзивный. И те, кто захотят его приобрести, могут это, конечно, сделать пока только в кубикшопе. И для тех, кому интересно, я ссылки оставлю в описании и на магазин, и на оба этих кубика. Там нет никаких промокодов, с которых мне будет отстегиваться процент. Поэтому принимайте решение сами. Нужен вам такой товар – покупайте. Не нужен – не покупайте. Есть много других головоломок. Если сейчас вспоминать, что мне известно про магазин Кубикшоп, то там помимо продажи обычных головоломок, ВЦА, не ВЦА, есть еще модификация головоломок для дополнительных дисциплин магнитами. Тот же Киломинкс, которым Тимур Иманов поставил мировой рекорд в прошлом году, в среднем около 20 секунд собирал, это как раз из Кубикшопа. Меня не просили об этом рассказывать, но такая деталь достойна внимания. Модификация тех головоломок, которые участвуют в тех же дополнительных дисциплинах, Киломинкс, ИВИ Куб, 2х2х3, по-моему, это вещь хорошая. Да, вот мне приходится сводить 3х3х2 магниты самостоятельно. Это процесс, конечно, возможный, но далеко не всем хочется возиться в суперклеи, искать магниты, экспериментировать, подбирать что-то. То есть это может получиться, может нет, там можно купить уже готовые. По-моему, видел там даже магнитный Редимикс. Не знаю, сейчас у них есть такие в наличии, но идея интересная. Обычная, не магнитная версия теперь является, ну, заменой, наверное, Варриору. По внешнему виду она мало чем отличается от магнитной. Ну, здесь единственное, логотип такой же, как у Варриора. То есть если здесь вам кажется цвета более приятной, то вполне. Ее ценовая категория такая же, как у всех бюджеток. Милон, Варриор и прочее. Я небольшой любитель немагнитных кубов, но вращается достойно. С магнитами, конечно, получше. Больше мне о нем сказать нечего. Ждем серию головоломок MS от компании ЧАИ. Скорее всего, буду их приобретать, если они будут в ближайшее время продаваться. И надеюсь, что они будут неплохими. Я предпочитаю именно магнитные головоломки. Если они будут доступными, то это будет очень хорошо. Сейчас выбор магнитных головоломок бюджетных невелик. Там что-то пытается компания Юксин. Двушка магнитная, Little Magic уже продается. Но пока вот не густо. Хорошая серия есть от YJ. Чуть более дорогая серия MGC. Но MGC ближе уже к топовым. И пока вот YJ и ЧАИ, наверное, будут конкурировать. Причем в матовом пластике конкурентов нет, в принципе. То есть за такую цену магнитной версии. Так что головоломка имеет право на жизнь. Нравится вам такое или нет, решайте сами. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok